Вот, благодаря тому, что мы начинаем с Эльдара Александровича Рязанова. Для меня Эльдар Рязанов – это часть жизни. Наверное, как и для многих других. Потому что это часть жизни, и невозможно представить себя без фильмов Эльдара Рязанова. Для меня, например, невозможно представить без книг Эльдара Рязанова, потому что он талантливейший писатель. Вот, и поэтому я давно был озабочен идеей, безотношением, безотносительно к самарским судьбам, чтобы Эльдар Рязанов был увековечен, так сказать, в памяти самарцев. Был увековечен. И потому что он родился в Самаре. И потому что он столько сделал для всех нас, столько сделал для нашей страны. Ну, как-то вот, какое-то время без энтузиазма это встречали в разных кабинетах. Вот, другие проблемы были. Но здесь очень важно, что и заручился я поддержкой его ближайшего друга Владимира Андреевича Витиха. Он должен был быть сегодня. Вот такая вот ситуация. Владимир Андреевич Витиху неделю назад сделали тяжелую операцию. У него онкология, химиотерапия, к сожалению, он проходит. Неделю назад ему сделали очень тяжелую операцию. Он передавал привет, но это профессор, доктор наук, известный наш общественный деятель. Ну, вот сейчас он, к сожалению, очень сильно болеет и не смог прийти. И должна была быть здесь Людмила Михайловна Савченко, директор музея-усадьбы Алексея Толстого и фактически исполняющий обязанности директора будущего музея Эльдара Рязанова. Я был неоднократно на всех встречах, в которых обсуждался вопрос по созданию музея, по тому, каким он будет. И Людмила Михайловна должна была сегодня выступать. Мы еще вчера с ней разговаривали. Но, к сожалению, она заболела, лишилась голоса. Вчера вечером она уже не говорила, а что-то шептала. А сегодня вот Ирина Алексеевна с ней разговаривала, сказала, что она совсем это не может. Так что вот я в какой-то степени один во всех ипостасях. Но я просто хочу сказать. Дело в том, что мне вот немножко обидно. Я знаю списки почетных граждан разных городов. И там города гордятся своими знаменитыми деятелями. Культуры, спорта, чего-то еще. Но именно тех людей, которые известны на всю страну. Как минимум на всю страну. Как-то так сложилось у нас в Куйбышеве, потом в Самаре, что если брать список абсолютно уважаемых, замечательных людей, но среди них нет, к сожалению, практически, имен, которые известны на всю страну. Которые вот просто назовешь, а что, он из Самары? Ну так сложилось, что нет. И поэтому мне пришлось много нервов потратить, чтобы убедить. Я был советником Дмитрия Игоревича Азарова, который был главой города. И я его убеждал, он сначала без особого энтузиастма относился к идее, чтобы дать, вот, именно обсудить вопрос о присвоении почетного звания гражданина, почетного гражданина нашего города, Азарова Александровича Азарова. Вот. Но потом все-таки это пробивалось, хотя были противники, депутаты города были противники, депутаты области были противники. И говорили, а что Лизанов сделал для Самары? А зачем это нужно? У нас есть вот там директор завода, который в Самаре всю жизнь живет, и вот столько сделал. Причем здесь Эльдар Рязанов абсолютно серьезно это было, и абсолютно серьезно это обсуждалось. Вот. И я рад, что мы не просто самарцы встретили Эльдара Санча в дни его 85-летия. Но именно к его 85-летию было принято решение Самарской городской думы о присвоении Эльдару звания почетного гражданина города. Я хочу на несколько минут прерваться, потому что вот в проекте «Самарские судьбы», это называется медиахолдингом, там разные направления. Там и документальный сериал, там и журнал, который вы сегодня видели. Там и сайт, портал необычный совершенно, потому что на нем живут и работают люди со всего мира. Более чем из 30 стран мира. И мы, Евгений Эльдар Рязанова, провели на сайте необычный онлайн творческий конкурс. Наш Эльдар Рязанов. Причем благословил на этот конкурс сам Эльдар Саныч, он написал, у меня этот оригинал хранится, его прощения, поздравления с тем, что будет такой конкурс. Хотя он говорит, это не стоит так вот мою скромную персону обсуждать. Но тем не менее, мы не ожидали со всего мира, со всего мира, люди с такой любовью, с таким уважением писали о творчестве Рязанова, о том, как это творчество повлияло на их жизнь. Вы знаете, наверное, у нас в стране нет ни одного режиссера, вот честное слово, так подумать, к которому было бы такое человеческое и вот доброжелательное отношение. Может быть, потому что Эльдар Рязанов снял несколько замечательных, любимых нами фильмов. Может быть, потому что он много лет вел кинопанораму, и мы знаем, как он выглядит, в отличие от других замечательных кинорежиссеров, скажем, Гайда или Данелия, или кто-то еще. Но мы не ожидали. Сотни и сотни. И я просто хочу представить вам колумниста нашего портнала Ольгу Анатольевну.